В эфире Народное Славянское Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. 17 декабря 2019 года. Вторник по одному из современных календарей. Звучание души воспитания детей. Наталья Владимировна Масла, Алексей Орлов. Виртуальная студия Народного Славянского Радио. Славян Большакова следит за чатом. Евгений Роденьков за пультом. Сейчас мы будем зачитывать вопросы реплики, которые пришли к нам на сайте slavradio.org. Славрадио пишется латиницей без каких-то там разрывов-подчеркиваний slavradio.org. Ищите там чат-беседку, можете общаться с друзьями и писать во время живых эфиров и передачи вот свои вопросы, реплики и комментарии. А также вопросы мы принимаем в YouTube-канале, в YouTube по адресу youtube.com slash slavradio. Славрадио также пишется латиницей, также без пробелов, подчеркиваний и тире. В общем, кто хочет, тот оказывается, кто ищет, то всегда найдет. И для того, чтобы получать уведомления вовремя, нажмите на колокольчик и напишите подписываться, чтобы... Подпишитесь на канал и на колокольчик, тогда будете получать вовремя уведомления. А также следите за анонсами, которые у нас на сайте slavradio.org постоянно появляются. Также отвечу на вопрос сразу, а когда появится эфир в открытом доступе, как только он будет обработан, сразу он будет в доступе, в открытом выложен и у нас на сайте, и в канале в YouTube. После окончания этого эфира все наши эфиры закрываются на обработку, поэтому не пишите, ой, эфир пропал, ой, куда-то все делось. Никуда он не делся, он находится в обработке, и через несколько дней вы его увидите в полноте всех его красок. Ну что ж, Вета Сидорова, первый вопрос. Расскажите, как правильно и гармонично воспитывать сына 11 лет? Как ребенка расположить к себе, чтобы он доверял родителям? Вопрос очень актуальный, потому что это подросток. Прежде всего, поинтересуйтесь его жизнью, то, что называется, что его волнует в классе, в жизни. Представьте, что вы его друг, ему очень нужен друг. И тогда, когда он поверит, что вы искренне, вы не назидаете, или вы не отчуждены от него, ребенок порисуйте с ним вместе, сходите куда-то с ним вместе, обсудите что-то. Советы-то мои очень простые. А затем постепенно переходите к формированию вот этих граней души. Потому что в 11 лет ребенок очень хорошо работает с этим материалом, и ему это необходимо. Он ищет идеалы. И если вы поможете ему, так сказать, найти свои идеалы, будете с ним в постоянном диалоге, я думаю, он будет вам благодарен всю жизнь. Хорошо, идем дальше. Игорь, Игорь, реплика. Цвета камертонов у сказительницы идут по цветам чакр. Эта реплика, можно не отвечать, можно комментировать, как угодно. Идем дальше. Игорь, Игорь, еще вопрос. Если психология наука, почему она не описывает связи человеческого поведения с последствиями, которые могут последовать? Отслеживается только вероятность. Это не так. Это на предыдущих этапах было так. Для того, чтобы нам понять, что современная аносферная психология описывает это, и более того, утверждает это, потому что на сегодняшний день существует так называемая таблица психотипов, в которой очень четко, согласно законам, определено невероятность, а достаточно жесткая закономерность тех или иных поступков, последствий. Но это очень индивидуальная работа психолога с конкретным человеком. Когда определяется психотип, а далее предоставляется человеку траектория его движения, но также предоставляется ему и возможность трансформировать некоторые события в его жизни. Это очень реальная вещь. Просто об этом так мало знают. А нам, психологам, очень грустно. Ну, чтобы не грустить, идем дальше. Дмитрий Сварожич прислал вопрос. Наталья Владимировна, как вы мыслите, в какой момент при рождении в тело вселяется душа? Вот такой негрустный, веселенький вопрос. Ну да, веселенький вопрос, тем более, что он веселенький для всех. Кто-то говорит о том, что за 21 день до рождения, кто-то в целом утверждает, что в момент рождения, кто-то говорит о том, что на третьем месяце вынашивание, кто-то говорит на седьмом месяце. Этого нет. Так сказать, точной даты вселения души нет. Она не определена. И я не могу утверждать. Я даже думаю, что для разных людей это по-разному происходит. Я думаю, что по-разному. В зависимости от зрелости души предоставляется вот эта сложная система камертонов. Думаю, что для разных людей по-разному. Больше не могу ответить. Точнее, это будет неправда. Идем дальше. Игорь, Игорь. Почему весь мир отказался от вердьевского лада и принял изменение музыкального ряда на 440 герц? Потому что Геббельс волевым путем, как я показывала и рассказывала, ввел музыкальные. Он ввел, то есть это была незаметная, это была подмена. Это было незаметное для людей действие. Просто музыка стала звучать уже с 36-го года выше на 8 герц. А он был министром нацистского движения. И он был лидером в управлении массами. То есть он руководил технологиями, выработкой технологий управления массами. Народ этого не заметил. Но нельзя сказать, что все спокойно это восприняли. Музыканты это услышали. Было сопротивление. Ну и их уничтожали. И, так сказать, были разного рода репрессии. Но ваш вопрос, он вызывает и у меня вопрос. А почему сегодня мы не сопротивляемся тому, что ситуация с музыкой катастрофическая? То есть, понимаете, здесь даже музыка и душа почти синонимы. Если мы допускаем такую, мягко говоря, некорректную музыку на экраны, мы ее просто поселяем в душе. Значит, речь и в том случае, в 1936 году, и сегодня должна идти об одном и том же. Где сообщество наше человеческое и почему оно не протестует? Я не могу по-другому ответить. Потому что сильные мира сего оплачивают эти передачи и так далее. Но противодействия нет. И, следовательно, они считают, что они могут идти дальше. К сожалению, это известные технологии. Не только в плане музыки и частот. Хорошо, идем дальше. Олеся, Олеся. Как защитить себя и детей от больших герц? Что больших в данном случае, Олеся имеет в виду, я не знаю. Да, да, да. Ну, я думаю, что вот она не запомнила цифру 440 или как-то не уверена в этом. Если мы говорим о том, что нам необходимо защищаться от этого, а это так, если говорить только о персональной защите, то я могу вам сказать, что необходимо найти свой высший потенциал, о котором я толковала. И в этом случае вы легко будете различать, слышать, отличать эти, так сказать, частоты. И вы будете всегда выключать вашу музыкальную или видеоаппаратуру, когда это все будет происходить. И вы просто заведете свою фонотеку музыки. Она есть. Примеры есть в интернете. Их можно скачать. Свою приятную музыку, которая гармонизирует вашу душу. И я вам просто порекомендую это сделать. И еще одна рекомендация. Пусть эта музыка звучит у вас, когда вы что-то делаете, что-то готовите, что-то, так сказать, по дому делаете. Пусть она чаще звучит. И даже если ребенок, предположим, сложный или с ним сложности, вы потихоньку включаете. Потихоньку он привыкнет, что эта музыка будет звучать постоянно и гармонизировать ваше пространство. Вот такой ответ. Хорошо. Идем дальше. Наталья Альмезова. Сейчас многие родители своих детей грудного возраста кладут спать на кухне, включая вытяжку. Малыши спят под этот гул. Как отражается подобный сон на здоровье ребенка? Да, конечно, вы точно заметили. Это плохо отражается. И не только под вытяжку или, скажем, кондиционер. И в присутствии я видела, что некоторые родители с работающим телевизором, например, они живут в однокомнатной квартире, работает телевизор, они считают, что ребенок привык, спит, ему это не мешает. Это глубочайшее заблуждение. Речь даже идет о том, что нельзя класть ребенка очень чувствительного к той стенке, где вот провода бывает, вот так вот массово там они, значит, выключатели, провода. Это все невидимо, но оно воспринимаемо клетками нашими, нашего здоровья. Вы правильно заметили? Надо оберегать себя даже в собственной квартире. Даже если у вас за стеной есть люди, которые пользуются вот именно в этом месте. У вас нет телевизора или какой-то аппаратуры, а у соседа надо стоять на этом месте. Подумайте о своем ребенке, уберите его кровать оттуда. Идем дальше. Александр Леонов. Где раздобыть изображенные изображения души, использованные в лекции? Вот есть, к примеру, значит, вот сейчас вот вышла книга, называется «Твой высший потенциал». В этой книге, в цветном варианте, они написаны и описаны все и даже больше. Конечно, я не могла за короткое время целую книгу вам, так сказать, рассказать о ней, но все это есть, и можно с этим работать. Книга называется «Твой высший потенциал». Можно поинтересоваться. Вот в последнем кадре мы давали помощницу мою, Наталью Александровну Калинину, и телефон, мне кажется, давали. Можно эту книгу приобрести. Она недавно вышла и будет в книжной продаже. Идем дальше. Медоед Барсук два вопроса прислал. «Можно ли лечить душу звуками? Если да, то какими и как? Благодарю». Да, конечно, именно звуками. Это и звуки природы. Они звучали в заставке к нашей передаче. Они очень хороши. Можно приобретать вот эти записи специальные. Но если вы просто войдете в интернет и поинтересуетесь частотой 432 Гц, то там есть образцы мелодий для скачивания. Очень комфортные, очень приятные. Либо вы сами поете народные песни. Они просты и очень мелодичны. Они все в хороших частотах. Они гармонизируют душу. И поэтому нам так приятно их петь. Вот такой простой ответ. Идем дальше. Второй вопрос от Медоеда Барсука. «Применяются ли данные методики и знания в школах? Если нет, то отчего так?» Какую школу вы имеете в виду? В ноосферной школе ноосферный учитель применяет такую методику. Я даже скажу вам больше. Это его первая задача. постепенно и незаметно дать эти знания ребенку. Но, конечно, если вы имеете в виду бытующую ныне школу, бытующую ныне школу, то там, конечно, это применять. Но как бы это вам помягче сказать? Не принято. Не принято, потому что людей этому не учили. Это же новейшее знание. Это же новейшее знание, которое вам дается сейчас. Берите. Берите. Действуйте. Я очень подробно рассказала. Эта запись будет выложена на Народном славянском радио, я так поняла. Кроме того, вот только на той неделе вышла книга «Твой высший потенциал». Это вообще практическое руководство. Оно понятно и ребенку, и взрослому. Проявите инициативу. Достаньте, и вы будете, или приходите на семинар, в данном случае. Три варианта предлагаются. Это самое новое знание, новейшее знание. Поэтому его применяют только те учителя, которые прошли у нас обучение, психологи, учителя и родители. Далее Медаэт Барсук продолжает вопросы нам присылать. Следующий вопрос. А как определить, в чем промах? И куда вылетает вся энергия? Где, так сказать, пропасть и недоработка? Этому мы учим на семинаре, потому что он весь посвящен созданию кристалла души у того взрослого человека, который приходит. Определить вы можете сами. Если вы пойдете по схеме, которую я дала, и дойдете всех ваших наставников, то ваша душа вам... В это трудно поверить, но тем не менее. Ваша сама душа подскажет вам, что, например, вот это не ваш наставник, вы его притянули за уши. Вы будете изумлены, что эта душа с вами разговаривает, показывает и так далее. Вот такой случай. Я как преподаватель высшей школы проводила аналогичные занятия со студентами где-то второго курса Московского эколого-политологического университета. И вот в аудитории девушка морщилась как-то, вела себя неадекватно, в то время как все другие, у них все получилось. И когда я у нее спросила, что происходит, почему она так морщится и, так сказать, не желает работать, она сказала, я хочу, чтобы моим наставником на творческом плане была, и она называет какое-то имя актрисы, которая, я не знаю, зарубежная, там какая-то супермодель или что-то, такая красавица. А ко мне приходит мой папа, образ моего папы. Я его гоню, а эта моя актриса не приходит. То есть человек настолько левополушарный, что он не умеет, он, во-первых, не научен работать со своей душой, он не умеет видеть свои внутренние образы, а это образы души. И он, конечно же, волевым способом пытается притянуть за уши красотку, которая не имеет никакого отношения к той мудрости, которую мог бы ей подарить ее собственный отец. Вот это в качестве того, как же можно определить. А вот так и определите. Когда вы в спокойном состоянии, в релаксационном, включив спокойную музыку, подумаете о вашем родовом наставнике или личностном, творческом, любом, и вы действительно почувствуете, что это ваше близкое, родное, оно вам на вибрационном уровне подарит радость. Вы будете, я говорю, вплоть до того, что вы поплачете, разрыдаетесь даже, и это очень хорошо. Но если оно вас никак не трогает, ваша душа холодна или чужда этим образом, то это, конечно, не ваше. То есть здесь провал у вас, здесь у вас вот этот выхлоп, как мы говорим. Поэтому эта работа абсолютно индивидуальна. И никто, кроме вашей же души, не подскажет вам, собственно говоря, этого. Потому что я же не знаю, как вы это чувствуете. И вы не знаете, как я это почувствую. И только вы, и только ваш индикатор должен сработать. Вот мы этому учим за шесть дней. И еще один вопрос от медоеда Барсука. А как вы для себя используете эту методику? Или эта методика только для детей? Как она изменила вашу жизнь, если, конечно, изменила? Да, мою жизнь она очень сильно изменила. И эта методика не только для детей. Хотя я ее применяю для своих внуков тоже, начиная с трех лет. Когда им, скажем так, было одному из них три года, я уже эту методику применяла. Потому что всех наставников мы через сказки играючи находим. Для себя я с помощью этой методики я достигла очень многого. И в плане собственного роста, и в плане познания мира во всех аспектах. потому что я никогда не думала, что это возможно. Но так случилось, что пришлось сработать с этим. И я бы не хотела сейчас в эфире говорить о том, какое событие трагическое произошло в моей жизни, которое развернуло меня к этому методу, к этой методике. Но скажу вам, что я потеряла близкого, родного человека, которого одолевала мысль, негативная очень мысль о собственной кончине. И я испытывала огромное неудобство, поскольку я не могла ему помочь в тот период времени. И когда я... случилось так, что уже потеряла этого человека, то я в его архиве, который, естественно, был у меня в доме, я сдавала этот архив в государственный архив на хранение. И на одном из листочков я обнаружила, как этот человек представлял себя, ну скажем, один негативный образ. Как часто он к нему обращался, обводил, рисовал стихи по этому поводу, он писал, зная дату и день и так далее. Он все время культивировал в себе этот образ, образ ухода. Он его и боялся, и культивировал. И культивировал часто. И это было... Мне удалось определить, сколько это было лет по определенным записям. И я вдруг поняла, что мысль, которую мы культивируем, она становится реальностью. И тогда я поняла, что надо переворачивать монету, переворачивать медаль. И поэтому я стала усилена после этого случая заниматься вот тем, о чем я сегодня с вами говорила. И в своей жизни я и сейчас это применяю. Ну, к примеру, я плохо себя чувствую, или я заболеваю. Я тут же в состоянии релаксации, лучше лежа на диване где-то или в мягком кресле. Я тут же вижу, призываю свой образ физического наставника. Я с ним взаимодействую, посылаю ему любовь и прошу оказать мне помощь в той или иной ситуации. И, кстати говоря, не только я так действовала. Вы знаете, к примеру, о том, что великий Кант, Эммануил Кант, также работал. В истории масса примеров этого, только мы не очень внимательны, все торопимся. Вот смотрите, как Эммануил Кант это делал. Ну, впрочем, и я так делаю. Когда он заболевал, он просто садился в свое любимое кресло, укутывался пледом и просил домочадцев не трогать, пока он сам не придет к ним в комнату. И в это время он погружался в глубочайшую релаксацию. И в это время он визуализировал свое заболевание в таком негативном образе. И после этого он посылал этому образу очень много энергии в виде любви, насыщал этот свой визуальный образ, пока он его не растворял в этой любви. И не порождал новый образ красоты, здоровья и себя уже здорового. Это описано у него. И таких примеров очень много. Вернацкий Владимир Иванович то же самое делал. Это есть в его дневниках. Поэтому почему бы нам с вами не делать то же самое? Это очень продуктивно. Надо только вовремя это все делать. Вот примерно так я могу ответить на ваши вопросы. Хорошо. Наталья Мать. Огромная благодарность за очередную важную тему. Всех благ. Вета Сидорова. Благодарю. Замечательное стихотворение. Было это написано, когда прозвучало последнее ваше стихотворение. В общем-то все вопросы, комментарии, реплики мы озвучили, которые поступали на сайте славрадио.орг. Это официальный наш сайт Народного Славянского Радио славрадио.орг. А также у нас на канале в Ютубе youtube.com слэш славрадио. И там и там славрадио пишется латиницей одним словом без каких-либо разделителей. Так что кто желает, тот всегда найдет. Ну и еще раз напомню, что если вы хотите быть в курсе того, что происходит, можете оформить подписку. Вам будут приходить наши уведомления о том, что будет, о том, что происходит, ну и о том, что ожидается. Это у нас на сайте делается. Также вы можете наблюдать на сайте анонсы мероприятий, эфиров и всего прочего. Там много-много сейчас чего интересного появляется. И статьи различные очень интересные. Много авторов пришли для того, чтобы взаимодействовать и с вами делиться. Ну и также у нас на канале в ютубе можете оформить подписку и нажать колокольчик. Тогда у вас будет появляться предупреждение о том, что начался очередной живой эфир, живая передача Народного Славянского Радио. У нас есть традиция, когда говорящий желает тем, кто его слушает. И вот, Наталья Владимировна, прошу что-либо доброе, вечное сказать нашим уважаемым радиослушателям и зрителям. Да, это здорово, хорошая традиция. Дорогие друзья, конечно, как было бы здорово, если бы мы выстраивали наши души и подтягивали, как любой музыкант, выходящий на сцену уже перед огромным зрительным залом, он не начинает сразу играть, он начинает подтягивать свои струнки. И только потом, когда все струнки натянуты, он играет свое произведение, радуя нас. Мне хочется пожелать вам научиться подтягивать все струны вашей души, чтобы ваша прекрасная душа звучала верно, адекватно своей природе. И благодаря этому все вы смогли выполнить свое предназначение на земле. Конечно же, я желаю вам здоровья, счастья и радости, слушая вашу душу. Благодарю вас за внимание. Благодарю за добрые пожелания. Мне же остается напомнить, что по одному из современных календарей 17 декабря 2019 года, вторник, звучание души в воспитании детей. Это тема сегодняшнего эфира, который подходит к концу. Наталья Владимировна Масла и Алексей Орлову были в виртуальной студии Народно-Ставянского радио. Светлана Большакова наблюдала за чатом и присылала нам реплики, комментарии, вопросы, а также Евгений Роденко следил за тем, чтобы вовремя все появлялось и вовремя все звучало. Он был за нашим виртуальным пультом. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народно-Славянское радио Для пытливых умов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова